В региональной столице для обеспечения безопасного передвижения по улицам города установлено дополнительное освещение, пешеходное ограждение, заменены несколько светофорных объектов, отремонтированные тротуары. Кроме того, на 28 участках дорог общей протяженностью более 13 километров уложено новое асфальтовое покрытие. Насколько долго прослужат отремонтированные дороги, выяснял корреспондент Артур Мкце. Этот участок автомобильной дороги по улице Панфилова в Черкесске был сдан в эксплуатацию к началу осени текущего года. Строители оперативно и качественно выполнили весь запланированный объём работ. Прошло всего два месяца, и сюда впору снова отправлять ремонтников. Благодаря стараниям кого-то из местных жителей, проезжая часть обзавелась собственной траншеей. Даже немного обидно за автомобилистов, которые могут повредить транспорт на, казалось бы, отремонтированной по национальному проекту дороги. И это, увы, далеко не единичный случай в региональной столице, когда созданная для людей ими же и ломается. Два года назад, после нескольких испорченных подобным образом обновлённых дорог, депутаты городской думы обращались к республиканским коллегам с предложением ужесточить ответственность за самовольно разрытые участки. Были установлены параметры штрафов. Осталось, видимо, определить, кто именно будет контролировать и наказывать нарушителей. Ведь даже когда инициаторы порчи пытаются залатать дыры, делают это так, что через считанные месяцы ремонтировать придётся по новой. В соответствии с муниципальными программами на каждую дорогу есть гарантия. В течение пяти лет, если что-то случится с покрытием, подрядная организация обязана устранять. Контролировать состояние отремонтированных дорог обязаны подрядные организации. Поэтому в их собственных интересах находить тех, кто портит то, во что вложены немалые деньги и усилия. А объёмы выполняемых ежегодной работ действительно впечатляют. Помимо обеспечения безопасного передвижения по улицам Черкеска за счёт установки дополнительного освещения, пешеходных ограждений, замены светофорных объектов, в рамках национального проекта только в 2022-м отремонтированы 28 участков дорог общей протяжённостью более 13 километров. Каждый год мы стараемся по 13 километров выполнять дорог. Это условия и программы, и паспорта республики. В текущем году по состоянию на ноябрь месяц все работы уже завершены, остались мелкие недочёты, которые подрядчик исправляет. По словам представителя городского управления жилищно-коммунального хозяйства, ежегодно при формировании адресного перечня дорог для реализации национальной программы учитываются пожелания граждан, а также необходимость организации логистики через социально значимые учреждения. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачао, Черкисия.